Вечна ирославна наша вера, православна. Меня зовут Людмила. Я хочу рассказать про человека, про своего друга, который получил начертание сатаны. Вот многие говорят, что можно от печати избавиться, а кто-то говорит, что нельзя избавиться. Но я расскажу такой случай. Вот мой друг, он несколько лет назад получал водительское удостоверение в ГАИ. И там сфотографировали его на фотоаппарате, таком огромном, круглом, как тарелка. И два раза сфотовали его. И получается, что нанесли ему печать Антихриста. И он об этом в то время еще не знал. Но попозже он об этом узнал, что ему нанесли метку именно на водительское удостоверение электронное, когда он получал его. И тогда у него начались происходить такие изменения, как вот у всех людей, которые получили начертание. Такой же озноб начался, трясучка, болезни стали прилипаться к нему, злость, агрессия и так далее. И он начал воцерковляться и идти к Богу. Он начал ездить по монастырям, по церквям, исповедоваться, причащаться. И он в душе понимал, что на нем стоит метка. Но как от нее избавиться, он не знал. Он обезжал все монастыри, мужские, женские, везде по всей России ездил. Там все причащался, исповедовался. Ну и ему вроде бы болезни от него стали отходить. Там озноб прекратился, температура, болезни стали отходить. И он на какое-то время даже стал забывать о том, что у него стоит эта метка. Ну вроде как не болеет, да, и начал об этом забывать. А тут он приезжает в монастырь мужской, в Сергий, в посад. Ну подходит к иконе, там первой попавшей, а икона была Серафима Саровского. Подходит и целует ее. И тут резко слышит, как икона Серафима Саровского оживает и говорит ему, на тебе печать стоит. И как он напугался, и он сразу понял, о какой печати речь идет, что эта печать антихриста 36-ки на нем стоит. И что получается, вроде как он ее не стер, раз на нем она стоит. И что голос такой, покайся, что на тебе печать стоит. Как он начал там каяться, как он начал там реветь. Он так каялся, вот в монастырях служба идет, не как в церквях. В монастырях службы идут по 5-6 часов. Он все эти службы стоял, он ревел, каялся. Он говорил, что когда он каялся, из него чуть аж душа сама не вылетела. До такой степени он там каялся, что это было вообще. И потом он очень сильно покаялся, права, конечно же, он сжег. И тут он подходит крест целовать Господний. И только он его начал целовать, и тут бах, из него дух демона выскочил, прямо из тела. И тогда он понял, что Господь принял ему покаяние. И что вот этот демон как раз и вышел из него, который входит в человека, когда он получает эту метку, три шестерки на лоб себе от документов. И когда этот демон вышел из него, дух так вот, бах, и вылетел. И он понял, что вот возможно, или даже на 100%, что эту метку Господь ему стер, раз он его простил. Этот человек сразу же подумал, что то, что он принес покаяние, нужно же еще какие-то, как бы, подвиги для Господа сделать. Этот человек был богатый, он раньше жил в городе, у него была хорошая, богатая работа, шикарная квартира. И он это все в один день бросает и квартиру, и работу, и деньги. И просто тупо уходит в какое-то там село, заселяется в заброшенный дом, в развалины, где там даже стекла стер разбитые. А все деньги, машину, квартиру, это все оставляется в городе и просто уходит, потому что он понимает, что это с собой брать нельзя, от этого нужно отказаться. Иначе ты так и перед Богом не замолишь вот эти грехи свои, все остальные, и как бы подвиги не сделаешь. И когда он ушел в это село, он заселился в этот дом, в заброшенный, все думал, как же он там жить-то будет, без денег, без ничего, он же там с голоду помрет. Но Господь же понимает, что Бог никогда ни одному своему человеку не даст помереть ни от голода, ни от холода, ни от чего. И Бог ему так стал помогать, этот мужчина, и дровами запасся, и всем, и всем на свете. Потом этот мужчина все-таки ушел в лес жить, а родственники его, они тоже были богатые, и они начали его разыскивать. Как так? Был человек, и тут все бросил, да, квартиру, машину, работу, и куда-то исчез. Они подали везде в розыске, они его искали года два, хотя он им звонил, говорил, не ищите, я не вернусь, я жив-здоров, в деревне живу. А они все начали, как так, ты там в деревне живешь, у тебя здесь столько денег, такие бизнес такой, работа, квартира, а ты, значит, это все бросил. И вот они, эти родственники, они, конечно же, все тоже приняли, как и все остальные, за денег. И они начали на него давить, угрожать ему, что, типа, мы тебя найдем, мол, заставим вернуться тебя в город и так далее. Но Господь ему сказал, ну, Бог стал ему там ведение, показ, откровения всякие, что не бойся, никто тебя никуда не найдет, никто тебя никуда не заберет, не бойся никого, я с тобой. И вот эти все годы, хотя он недалеко от города, если что, уехал, его могли бы спокойно найти, если бы захотели бы, но никто его не мог найти, потому что Бог не давал. То есть бывало такое, что даже полиция приходила к нему в дом, просто документы проверить, что так как новый человек появился в деревне. И они даже смотрели на него и не видели о том, что он в розыске находится, что, оказывается, это богатый человек, который якобы для них уже нынешний бомж, как многие считают, он давно находится в розыске. Полиция даже его в упор смотрела, даже не понимала, что они, по сути, его и ищут. И вот он, вот так вот он прожил в этом селе где-то около двух лет, его так никто не нашел. Потом эти родственники уже потихоньку отстали от него, и он ушел в лес жить. И вот он сейчас живет, он практически не ест того, что продает в магазинах. Ни колбасу, ничего этого он не покупает. И Господь ему убрал вот эти даже аппетиты, чтобы у него не было соблазна обратно в город уехать. То есть Господь ему вот это все помог убрать. И этот человек сейчас, вот мы с ним часто видимся в церкви, он в церковь районную тоже приходит, приезжает на исповедь, на причастие, хотя как бы священникам он, конечно, об этом не рассказывает, потому что священники все за биометрию. Но так как исповедь, причастие, это нужно в наше время, и мы в эту церкви ходим на исповедь, на причастие все, до тех пор будем туда ходить, пока у священников не появятся три шестерки на лбу. Как только они у них появляются, мы туда перекращаем все ходить. Но в церковь на причастие и исповедь мы будем ходить до последнего. Также сказал отрок Вячеслав, что в церковь нужно ходить до последнего, иначе народ без причастия будет глупеть. Вот так оно и есть. И поэтому мы все в церковь будем ходить до тех пор, пока священники сами не станут с печатями Антихриста. И вот этот человек, он туда приходит тоже, и мы как бы священникам не рассказываем, что мы против этого всего, просто пришли на исповедь, поисповедовались в грехах своих, причастились и поехали все по домам. И вот этот мужчина, который живет сейчас в лесу, он и говорит, я, говорит, стал самым богатым, я, говорит, картошки насажал в огороде, мне Господь все дал, я ни в чем не нуждаюсь, я, говорит, даже пополнел здесь, я потолстел, то есть Господь его полностью ото всего огородил. Он его там охраняет и лечит, и все ему дает. То есть видите, как получается человек покаялся в грехах и пошел на подвиги, ото всего отказался, и Господь его охраняет и прям лелеет и сохраняет, и все для него делать, лишь бы только он покаялся и за ним пошел. Он покаялся. И я даже видела такое видение, что этот человек попадет к Богу в рай, что Господь его еще к себе заберет и свой рай даст еще для него. Вот поэтому это единственный случай, который я знаю, что человек получил метку от печати, печать антихриста получил от электронных водительских документов прямо в ГАИ. У него была эта метка, и она даже, даже, мне кажется, она даже где-то и проявлялась из себя, и ее даже можно было и увидеть, сильно захотеть. Но он пошел за Богом, он так покаялся, так, как чуть-чуть аж душа с тела не выскочила, но он покаялся так сильно, что когда он поцеловал крест, вот этот дух из него вышел, демона. Потому что когда люди получают начертание или чип, в них незаметно входит вот этот демон. Правильно говорят, что заселяется нечистая сила, так оно и есть. От этого вот эти вот всякие симптомы идут, озноб, трясучка, температура, головокружение, болезни. Вот это и есть, потому что вызывают демоны. И вот хоть даже многие говорят, что Господь не простит, кто начертание примет, но последнее слово останется за Богом. Это ему решать, кому кого прощать и что с ним делать. Вот, допустим, даже вот возьмите Библию, да, вот передо мной лежит Библия. Библия называется «Откровение Иоанна Богослова». Вот откройте, например, сейчас я вам скажу, так, так, 133-я страница, глава 9, стих 13, где написано, что шестой ангел вострубил и услышал один голос и четырех рогов и так далее, и потом вы по этой главе спускаетесь, то есть глава 9, стих 21. И там написано, что люди не раскаялись они в убийствах своих, в чародействах своих, в блудодеянии, в воровстве своем. То есть здесь тоже написано, что люди должны были раскаяться в этих грехах. И неважно, есть на них начертания или нет. Вот если бы они начались, бы в этих грехах каяться. Убийство, воровство, чародейство, блуд, вот эти, что идолам поклонялись. Вот здесь прямо вот все написано, что поклонялись и медным, каменным, деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать. То есть, получается, даже здесь написано, что вы должны покаяться в этих грехах. Здесь не написано о том, что вот вы там начертания имеете и вас не простят. Потом дальше, в этом же откровении идем, тоже написано. Глава 16, а та глава была первая, где именно воровстве не раскаялись, которые я только что читала. Там глава была 9, стих 21 и 13. А теперь также откровение Иоанна Богослова открываем, тоже так же. Глава 16, стих 8. То есть, здесь тоже смысл такой, что люди, грешники, с печатями, вот если бы они вразумилися Богу славу воздать, он бы их простил бы и принял бы. Потом дальше читаем, тоже так же, 16 глава, 10 стих. И пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделали все царство его мрачное. И они кусали языки свои от страданий, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Получается, что вот этот престол зверя, это получается сам Антихрист, и его-то в любом случае окружают ивоны, вот эти вот работники, ну там, скажем, те же самые там начальники, богатые, депутаты и так далее, которые помогают ему править всем миром-то. И получается, что они же тоже начертания имеют на себе и биометрию, но у них тоже есть шанс покаяться именно в своих вот этих делах и пойти к Богу. И их тоже, получается, Господь принял бы, хоть у них и есть начертания, но здесь не написано о том, что у них есть начертания, их не примут. Нет, если бы они покались, и бы их тоже приняли бы, но они не раскаялись, так как они гордые, они же дьяволу служат. И также здесь, что человек, который примет начертания, у него есть шанс это начертание стереть, как у этого моего хорошего знакомого друга, ведь он пошел за Богом. Но опять же, покаяние, раскаяние бывает разное. Есть такое покаяние, что, ну, скажем, вот взяли там документы электронные, сожгли, да, поплакали немножечко, и дальше сидят в городе, живут на всем сатанинском, пользуются. Ну, какое это покаяние? Это не покаяние. Это вы все равно печать эту не сотрете. Это нужно такие подвиги делать, как он сделал ради Бога. Он бросил все в своем городе, и квартиру шикарную, и деньги, и работу, все бросил. И пошел вот на поселение в лес, заселился в домик, в развалины. А люди другие как скажут? Ой, ну, сейчас мы скоро вот квартирку продадим, да, и купим там деревне дом хороший, и заселимся. И так вот мы подвиг для Бога сделаем. Какой вы подвиг сделали, получается? Вы просто подстраховаться хотите, чтобы у вас и здесь был достаток, и еда, и дом хороший. Нет. Вот когда вы такой подвиг сделаете, как он сделал ради Бога, пошел против всех родственников, пошел против всех, и все бросил, и в розыске был, и что только с ним не было. И убить хотели, и соседей обворовать, и что только с ним не было. Но он все пережил, и Бога не предал. Вот таких вот людей, мне кажется, что Господь простит. А эти покаяния, которые там сидят на всем готовом, ой, мы сейчас покаемся, сожгем, да, и будем дальше жить. А когда все начнется, мы в деревню поедем. Или, как говорят, ой, да где же мы квартиру-то продадим, где же мы там дом-то купим-то. А вы не продавайте, вы идите как есть. Взяли две сумочки и пошли. И вот это вот есть называется, я пошел жить на волю Бога. Пошел за Богом. Как написано в Евангелии, когда он своим ученикам Бог говорил, вот вы пойдете проповедовать меня, вы с собой ничего не берите. Ни золота, ни сумы, ни мешка, ничего не берите. Вот там, где вас приведят, там оставайтесь. Это будет ваша награда, и хлеб, и обувь, и все остальное. А люди так не хотят. Они хотят вроде как бы и метку стереть, да, и в тот же момент подстраховаться, чтобы и еда, и одежда была, и все было комфортно. Вот таких-то, конечно, как Бог будет прощать-то? Мне кажется, Он их и не простит. А вот когда вы от всего откажетесь и полностью всей душой пойдете за Ним, вот тогда-то, мне кажется, метка этой сотрется. Вот я знаю такой единственный случай, вот, я сама этот случай видела, я сама этого человека знаю, и я знаю, что у него была метка, и он ее стер именно таким подвигом и покаянием. И он сейчас идет за Богом, и Бог его так охраняет, и так кормит, что вот он, живя вот в этом, скажем, вот в сарайке, где он сейчас живет, да, и он там жив, здоров и сыт, хотя до этого, казалось бы, сейчас он там с голоду помрет, ничего не помер и не помрет, еще он даже в рай пойдет и все переживет. Вот таких, мне кажется, Бог и простит. Но когда говорят, что якобы там не простят, ну, это не вам решать, это Богу решать. Он решает, с кого стереть, а с кого не стереть. Ну, а если вы будете с покаянием тянуть, то когда эта метка на вас появится, тогда вы уже точно никогда ее не сотрете. А метки эти скоро вылезут у всех. Я так думаю, ну, они очень быстро скоро вылезут. Ну, мне кажется, очень скоро и рано. Все. Все. Субтитры сделал DimaTorzok